В эфире Вектор ТВ программа Рубикон. Вашему вниманию обзор чрезвычайных происшествий, отмеченных в городе. В студии Александра Качан. Здравствуйте. Трагедия в Новополоцке. На реке Западная двина утонула школьница. Поисковая операция продолжается. Ориентировочно в 15 часов с небольшим прохожие увидели, что в воде оказался ребенок. Еще одна девочка в этот момент была на берегу и звала на помощь. Моментально после вызова к месту прибыли сотрудники МЧС. На месте развернулась спасательная операция. Сюда же прибыли медики, милиция и другие спецслужбы. Школьница попала в воду в месте, где на реке образовалась полынья. Известно, что это ученица начальных классов одной из школ Новополоцка. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сообщение поступило от взрослых, которые находились на берегу реки Западная двина. Вот район, начало улицы Парковая, вот между спасательной станцией. Что в районе станции по реке плывет девочка. Другая рядом находится на берегу. Естественно, мгновенно выехали спасатели, взяли с собой все плавсредства, спасательные средства, прибыли к месту и обнаружили только одну девочку, которая на берегу. Сейчас будет организована поисково-спасательная работа, работа водолазов. Пока прогнозы неутешительные. Мы будем следить за ходом событий и о подробностях случившегося расскажем в эфире Вектор ТВ. Поработали за спасибо. Несколько месяцев стройбригада выполняла отделочные работы в одном из магазинов торгового центра «Манеж». Но за труд денег от подрядчика рабочие так и не получили. В деле разбиралась финансовая милиция. Фигурантом по делу проходит столичный предприниматель. Именно он взялся выполнять строительные отделочные работы в одном из магазинов торгового центра «Манеж». Для этого нанял бригаду из шести человек. Никаких трудовых контрактов, только устная договоренность. Заработную плату каждому наниматель обещал в 2000 рублей ежемесячно. Но прошло несколько месяцев. Заказ сдан, а заработной платы рабочие так и не увидели. Хотя за данный объект сам предприниматель получил более 90 тысяч белорусских рублей. На данный момент в целью выплаты заработной платой рабочих и возмещения незаконно полученного дохода в бюджет сотрудников финансовой милиции наложены арест на денежные средства данного предпринимателя в размере 65 тысяч белорусских рублей. Также в отношении данного предпринимателя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 Кодекса Республики Белоруссо административных поднарушений. Сегодня дело направлено в экономический суд. Предпринимателю грозит до 200 базовых штрафа и конфискации имеющихся денежных средств. Неудачно припарковался. Грузовой автомобиль буквально придавил женщину к стене. Авария произошла на улице Каленина возле одного из продовольственных магазинов. Грузовой автомобиль, подъезжая к торговому объекту, двигался задним ходом. 37-летняя женщина в это время находилась у дополнительного входа в магазин. Не заметив ее, водитель продолжил движение и придавил женщину к стене. С целью установления технического состояния транспортного средства и наличия неисправностей, существовавших до момента ДТП, которые могли явиться причиной происшествия экспертами Новополоска межовинного отдела, проводится автотехническая экспертиза. Также для определения степени тяжести и локализации телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы. Сегодня пострадавшая продолжает лечение в больнице. Она получила перелом костей таза. Известно, что водитель находился за рулем рабочего автомобиля. В это время он привез товар в магазин. Имеет стаж вождения с 2003 года. К административной уголовной ответственности не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится предварительное следствие. В октябре прошлого года в Новополоске жестоко избили двоих подростков 14 и 15 лет. На них напали прямо на остановки общественного транспорта. Зачинщиками драки стали двое. 17-летний парень и взрослый мужчина. Спустя время все участники происшествия вновь встретились в зале суда. Сегодня те, кто обвиняется в нападении, находятся под стражей. Их обвиняют в злостном хулиганстве. В октябре, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прямо на остановке общественного транспорта взрослый мужчина и 17-летний парень беспричинно избили двух подростков на глазах у прохожих. В судебном заседании в ходе расследования уголовного дела свою вину не признали. Но, однако, при рассмотрении дела вина, их было доказано полностью, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отсрочкой исполнения наказания. Приговор обжалован и будет рассмотрен судом другой инстанции. Милиция Новополоска обращает внимание жителей города. Имеются факты, когда граждане оставались обманутыми лицами, предположительно, цыганской национальности. Обман заключался в том, что жители города приобретали кухонные и электроприборы у данных граждан. Однако их качество в итоге оставляло желать лучшего. Жертвами становились зачастую пенсионеры. Их не только убеждали купить сомнительную вещь, но и обворовывали. Лица цыганской национальности при посещении города входит в доверие, это касается престарелых граждан, на что следует обратить особое внимание. Под предлогом различных специальных служб, там водоканал, горсвет, стараются проникнуть в квартиру к престарелым, откуда видят, где доступ, что под свободным доступом похищаются денежные средства, либо другие ценности, которые представляют имущественный интерес для граждан. На этом у нас все. Если вы что-то пропустили, просмотреть выпуски программы «Рубикон» можно на официальном сайте Новополоска, ютуб-канале телерадиокомпании «Вектор» и в социальной сети ВКонтакте. В эфире вновь увидимся ровно через неделю. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok